Сегодня найти работу с достойной заработной платой и хорошими условиями труда достаточно непросто. Особенно трудно приходится инвалидам. Для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья трудоустроиться, Славянским центром занятости населения дважды в квартал проводится мини-ярмарка вакансий. На одной из последних побывала наша съемочная группа. В Славянском районе проживает более двух с половиной тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Для того, чтобы помочь им найти работу, действует закон о квотировании рабочих мест для льготных категорий граждан, обязывающий предприятие предоставлять места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с сегодняшним постановлением главы муниципального образования Славянский район, у нас сегодня квотируемых рабочих мест по постановлению 296, где-то около 240 рабочих мест занято, что составляет 84%. Сегодня есть рабочие места, не занятые еще. Сегодня в рамках этой ярмарки эти работодатели приглашены на наше мероприятие. Также мы пригласили сегодня соискателей, это люди с ограниченной возможностью, которые могли бы сегодня трудоустроиться. Понимая важность данной работы, шесть организаций Славянского района перевыполнили план. Они предоставили больше рабочих мест, чем было отведено по квоте. Это предприятие «Водоканал», «Зерновая компания», «Новопетровская», «Кубанские деликатесы», «Горгаз», «Школа номер 29» Станицы Петровской и «Детская школа искусств имени Пономаренко». Некоторые славянские предприятия также готовы последовать их примеру. На заводе строительных материалов на четыре льготных рабочих места уже взяты специалисты. Но свободные вакансии, на которые могли бы трудоустроиться люди с ограничениями по здоровью, еще есть. На сегодняшний день у нас четыре инвалида работают. Получается, у нас один водитель, который на должности инвалидом, специалист по охране труда у нас, женщина тоже инвалид. И вот последним мы заняли два квартиру, мы их место было для инвалидов через центр занятости. К нам пришли сотрудники, это два мужчины. Они у нас занимают должность подсобных рабочих. Поэтому сейчас мы код, он закрыт полностью. Ну а я пришла на ярмарку сегодня, потому что есть у нас еще вакантные места, где могут работать у нас инвалиды с незначительными ограничениями. Например, я могу сегодня предложить женщине аппаратчик ХВО. То есть получается там хоть и сменный график работы, но не целый день на ногах, получается не все время на этот. И там допустимый процент вредности. Ярмарку вакансий посетили более 40 человек. Каждый мог пообщаться с представителем работодателя, уточнить возникающие вопросы, получить консультацию специалистов Пенсионного фонда Управления социальной защиты населения. Многим соискателям благодаря ярмарке удалось присмотреть для себя подходящие рабочие места. Я бы хотела устроиться делопроизводителем. Я пришла на ярмарку вакансий. Здесь есть как бы вакансия делопроизводителя, но буду думать. В ярмарке приняли участие 26 работодателей. Соискателям они предложили более 140 вакансий. 8 человек взяли направление, чтобы прийти на собеседование и трудоустроиться. Анна Монастренко, Георгий Калинин, программа События.